МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судей телеканала Север Ольга Руслова в эфире программа Законодатели. Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненинского автономного округа и в этом выпуске. Общественная палата Ненинского автономного округа подписала соглашение о сотрудничестве с представителями региональных отделений политических партий. В соответствии с соглашением Общественная палата Ненинского округа сможет официально обучать наблюдателей от партии. В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся прием граждан. Традиционно по средам региональные парламентарии ведут прием граждан в общественной приемной во Дворце культуры Арктика. Окружные парламентарии оказали поддержку оленеводам. Восемь общин, ведущих хозяйствования на территории региона, обратились к депутатам за помощью. Законодатели обещали разобраться. Александр Лутовинов поздравил ветеранов органов внутренних дел с Днем образования общественной организации. Накануне 30-летия общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России состоялось торжественное мероприятие. Общественная палата Ненинского автономного округа подписала соглашение о сотрудничестве с представителями региональных отделений политических партий. В соответствии с соглашением общественная палата Ненинского автономного округа сможет официально обучать наблюдателей от партии. Документ подписали представители региональных отделений партии «Единая Россия. Родина. Коммунисты России» накануне выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Госсовет, глав муниципалитетов и муниципальных депутатов. ЛДПР и КПРФ на встрече не присутствовали. Соглашение будет действовать в течение 30 дней после подведения итогов сентябрьских выборов, после чего автоматически закончится. Данное соглашение позволит сделать выборы максимально прозрачными. Предмет соглашения, основная его часть, ключевой момент, то, что общественная палата совместно с политическим партием будет готовить наблюдателей предстоящие выборы осенние. Тут необходимо отметить, что не только непосредственно самая дата выборов, а это будет процесс полностью, то есть начиная с этого времени и заканчивая фактически концом сентября. Направления сотрудничества на этом не заканчиваются. Проведение взаимных консультаций, создание специальных условий, взаимодействие по вопросам наблюдения и контроля за выборами, а также совместное освещение информации в СМИ. Соглашение было направлено всем политическим партиям. Три партии его подписали, три оставшиеся воздержались. Соглашение перестанет быть действительным по истечению 30 дней с момента проведения сентябрьских выборов. В третьем чтении Государственной Думы принят проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В части ограничения для замещения государственных муниципальных должностей иных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства, либо права на постоянное проживание на территории иностранного государства. Подробнее о законодательной инициативе рассказал депутат Государственной Думы Сергей Коткин. Законопроект запрещает лицам, занимающим высшие должности в государственной и муниципальной службе, иметь двойное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Прежде всего речь идет о членах Совета Федерации, Государственной Думы, правительственном блоке, уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателя, руководителя субъектов Российской Федерации. Практически весь силовой блок, я убежден, что человек, который сегодня имеет двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, безусловно, не имеет права, морального права, представлять интересы России, поскольку в значительной степени он живет интересами именно той страны, где он имеет свое гражданство. Председатель регионального парламента Александр Лутовинов принял участие в круглом столе на тему «Совершенствование законодательства в части расширения формы и механизмов обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями». Заседание состоялось в режиме видеоконференц-связи. В ходе совещания участники заслушали информацию о совершенствовании законодательства в части расширения формы механизмов обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями. Рекомендовано внести изменения в статью 8 Федерального законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части увеличения общего количества жилых помещений, предоставляемых указанным лицам в одном многоквартирном доме до 50% от общего количества квартир. По мнению участников совещания, это позволит субъектам Российской Федерации и более эффективно реализовывать региональные программы по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность увеличения федерального финансирования в части обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Вопрос о выплатах семьям усыновителям рассмотрен на заседании Постоянной комиссии по социальной политике. Загонопроект представила председатель Постоянной комиссии Анна Булатова. Основой для разработки документа стало обращение родителей-усыновителей к спикеру регионального парламента Александру Лутовинову во время личного приёма. Усыновители предложили исключить целевой характер предоставления единовременного денежного пособия, которое выплачивается при усыновлении детей. По информации профильного ведомства, сумма единовременного денежного пособия составляет 539,2 тысячи рублей на каждого усыновлённого ребёнка. Сумма выплачивается поэтапно в течение нескольких лет после усыновления. В действующей редакции закона средства пособия, выплачиваемые по истечении первого и второго года, имеют целевой характер и могут быть направлены усыновителям только на определённые цели. В Ненецком округе с 2011 года усыновили 58 детей. Правом на получение единовременного денежного пособия по истечению первого года после усыновления не воспользовались 28 семей усыновителей. По итогам второго года после усыновления выплату не получила 31 семья. В этом году на выплаты предусмотрено более 5 миллионов рублей. В ходе обсуждения депутаты предлагали разные варианты использования финансовых средств, учитывая пожелания обратившихся на приёме семей. По итогам обсуждения предложено сохранить целевой характер выплаты и расширить направление использования пособия, дополнив его приобретением транспортного средства. В частности, купить можно автомобиль, снегоход или моторную лодку. Кроме того, депутаты предложили исключить этапность выплаты целевой части пособия. У семьи усыновителей появится возможность направить целевые средства, которые положены по истечении первого и второго года. Это 377 тысяч рублей. Единовременно, в любое время после усыновления. По данным представителей профильного ведомства, при внесении соответствующих изменений в региональный закон, из окружного бюджета дополнительно потребуются денежные средства. Итоговый проект закона рассмотрят на предстоящей сессии. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об упрощении оформления налогового вычета. Порядок получения некоторых вычетов по налогу на доходы физических лиц НДФЛ будет упрощен. Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которой уплачивается налог. В некоторых случаях под вычетом понимают возврат части ранее уплаченного НДФЛ – 13% в связи, например, с покупкой квартиры. Инициатива упрощает процедуру получения налоговых вычетов имущественных по расходам на приобретение жилья и погашения процентов по кредитам и инвестиционных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете ИИС. Упрощенный порядок оформления заключается в получении налогового вычета по сделкам жильем без личного присутствия в налоговой и заполнении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц НДФЛ. Законопроектом предусмотрена автоматизированная проверка налоговым органам права налогоплательщика на получение вычета. Таким образом, исключается необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ. Действующий в настоящее время механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации по НДФЛ и подтверждающим право на вычеты документами. Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов. Внедрение упрощенного порядка приведет к существенному сокращению сроков предоставления налоговых вычетов. Упрощенный порядок оформления налоговых вычетов начнет действовать в стране с 1 января 2022 года. Рассмотрели повестку предстоящей 35-й сессии. В окружном парламенте состоялось заседание фракции «Единой России» под председательством Максима Арбузова. В работе приняли участие председатель собрания Александр Лутовинов, вице-спикер Матвей Чупров, депутаты Александр Чурсанов, Наталья Кордакова, Анатолий Курленко и Анна Булатова. В парламентарии обсудили вопросы предстоящей сессии собрания депутатов Неницкого автономного округа. В их числе поправки к проекту окружного бюджета на 2021 год. Выплаты семьям усыновителям, предоставление жилья Государственного жилфонда, округа и компенсация за наем жилья отдельным категориям работников. По больничным, медицинским работникам и декретных денег, уже не секрет, что из-за ковидных выплат выросла средняя зарплата по округу, соответственно, вырос объем этих выплат. Тех денег, которые были заложены в начале этого года, не хватает. Соответственно, будем работать над тем, чтобы полностью обеспечить нужный объем финансовых средств для этих выплат. Обсудили вопросы текущих ремонтов стратегически важных объектов Неницкого округа. В поле зрения попал также вопрос обеспечения рабочими местами детей-сирот. Там есть нюанс, что если ребенок самостоятельно куда-то трудоустроился, то происходит проблема, коллизия, что он лишается выплаты, которую получают дети в течение полугода в размере среднего заработка по округу. Будем решать этот вопрос. На первый взгляд, это касается федерального законодательства. Но постараемся все это сделать в объемах регионального законодательства. Также на сессии глава региона Юрий Бездудный выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации Неницкого автономного округа. Очередная 35-я сессия собрания депутатов Неницкого округа состоится 29 апреля в 10 часов утра в актовом зале администрации. Кроме того, руководитель фракции «Единая Россия» в собрании депутатов Неницкого округа Максим Арбузов рассказал о предстоящей акции в регионе «Весенняя неделя добра», которая проходит с 19 по 26 апреля. Депутаты вместе с представителями общественной молодежной палаты соберут средства на корм и лекарства приюта для бездомных животных. Мы, например, вместе с общественной молодежной палатой займемся содержанием бездомных животных. Соберем для станции, которая у нас занимается этой работой, корм, ошейники, поводки, лекарства. Также депутаты примут участие в международной акции «Диктант Победы», которая состоится 29 апреля. Зампредседателя Максим Арбузов отметил, что такие акции призваны в очередной раз привлечь внимание жителей нашей страны и других государств, а особенно молодого поколения и напомнить о трагических событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 29 апреля нам предстоит написать «Диктант Победы». Акция приурочена к 9 мая, к дню Победы. Будет около шести площадок у нас организовано в городе и в поселке Искателей. У нас 29 сессия у депутатов, у нас не получится участвовать в этом вживую, поэтому будем регистрироваться и участвовать онлайн. Тестирование можно пройти на организованных площадках и онлайн на сайте акции. Депутаты поддержали оленеводов. В региональный парламент поступило совместное обращение общин Апседа, Нерута, Илепс, Варк, Виту, Сармик, Елумт и Тапседа. Они не согласны с тем, что на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, земельных участках сельскохозяйственного назначения, арендаторами которых они являются, формируются охотничьи угодья и проводятся аукционы по их предоставлению без согласования с оленеводами. Обращение рассмотрено на заседании комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. В заседании также приняли участие представители союза оленеводов Ненецкого автономного округа, семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера, Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса, управления имущественных и земельных отношений и администрации Ненецкого автономного округа, Департамента внутренней политики. По результатам рассмотрения обращения комиссия рекомендовала администрации Ненецкого округа принять меры по отмене ранее принятых без участия оленеводов решений по формированию охотугодий на территории традиционного природопользования и провести проверку информации Союза оленеводов Ненецкого округа о незаконном строительстве охотничьих баз. Департаменту природных ресурсов и экологии агропромышленного комплекса Ненецкого округа рекомендовано разработать и принять порядок согласования проведения консультаций с представителями коренных малочисленных народов Севера при изъятии и предоставлении земельных участков на территориях традиционного природопользования округа для иных нужд. Как отметил председатель комиссии Матвей Чупров, определение порядка процедуры обязательного согласования с оленеводами решений органов государственной власти по созданию охотхозяйств позволит избежать конфликтных ситуаций в тундре, будет способствовать сохранению традиционной среды и хозяйственной деятельности народов Севера. В бюджете Ненецкого округа скорректируют расходы на подготовку к осенне-зимнему периоду. Такое решение принято на заседании депутатской комиссии по экономической политике и бюджету. В парламентарии обсудили первые в этом году изменения в окружной бюджет. Одним из важных вопросов стала подготовка к осенне-зимнему сезону. В частности, выяснилось, что на подготовку к ОЗП в регионе финансирование уменьшено почти на 39 миллионов рублей. Снижение финансирования связано с несоответствием в порядке подачи заявок от Заполярного района и города в Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Были рассмотрены поправки в окружной бюджет на 2021 год. Особенно беспокойство депутатов вызвало то, что происходит уменьшение ассигнований на 39 миллионов по подготовке к осенне-зимнему периоду. В частности, это идет снижение по Заполярному району на 9 миллионов и по городу Наринмару на 30 миллионов. Представители, которые присутствовали у нас на заседании, пояснили, что они своевременно сдали заявки в Департамент по строительству и ЖКХ, но в связи с тем, что были внесены изменения в порядке, не было предусмотрено. Раньше, если в порядке было предусмотрено ремонт и приобретение оборудования, сейчас идет ремонт, приобретение оборудования и его установка. Только поэтому их заявки пока были приняты не в полном объеме. Депутаты рекомендовали учесть эти суммы при внесении изменений в окружной бюджет. Это произойдет в июне, отметила председатель профильной комиссии в региональном парламенте. Она отметила, что в профильном департаменте согласны с внесением соответствующих изменений. Очередной прием граждан прошел в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Традиционно по средам региональные парламентарии ведут прием граждан в общественной приемной во Дворце культуры Арктика. На этой неделе с жителями региона встретился заместитель председателя окружного собрания депутатов Максим Арбузов. К окружному депутату обратились сотрудники учреждения культуры. Квалифицированные специалисты работают в округе по приглашению с других субъектов и испытывают сложности с арендой жилья. Первые два человека, которые пришли в эту среду, тоже у них вопрос касался аренды жилья. Они обозначили сложность в поиске жилья в Нарьинмаре, в поселке Искателев. Они работают в сфере культуры и на них не распространяются те социальные нормы и те социальные выплаты, которые касаются работников, например, образования или дошкольного обучения и медицины. Проблема эта известна. Депутат, собрание депутатов уже ее обсуждали на одной из недавних комиссий. И к этому также мы подключаем нашу общественно-молодежную палату. В настоящее время вместе с органами исполнительной власти прорабатываются разные варианты решения. Один из них – предоставление специалистам в сфере культуры компенсации. Заномим квартир по аналогии с предоставлением данной меры поддержки в образовании и здравоохранении. Также на прием к Максиму Арбузову обратились сотрудники Ненецкой окружной больницы. Они подготовили коллективное обращение в адрес регионального парламента. Сотрудники просят разобраться в вопросе об оплате больничных листов по временной нетрудоспособности, пособию по беременности и родам. Второй вопрос касался выплат по листам нетрудоспособности, то есть по больничным, а также выплат по родам, то есть это декретный. Ввиду того, что в сфере медицины из-за выплат, который полагается врачам за борьбу с инфекцией ковида, выросла средняя зарплата. И тех средств, которые были заложены в бюджет, на данный момент недостаточно для своевременной выплаты по больничным и декретным. Подобная ситуация была и в прошлом году. Благодаря участию губернатора вопрос был решен оперативно. И в окружном бюджете предусмотрели дополнительные средства. На прием к депутату пришла студентка одного из окружных учреждений профессионального образования. Ее вопрос также касался жилья. В 2004 году ее мама встала на очередь по соцнайму. Они получили жилье, неблагоустроенное, несоответствующее по метражу количеству членов семьи, их четверо, и вот эта девушка, она инвалид детства. Впоследствии, когда они пришли проверить, на каком месте очереди они находятся, выяснилось, что они не стоят на очередь. То есть документ потерялся. И сейчас первая задача – это проверить архивы и найти документы о постановке этой семьи на очередь на получение жилья по соцнайму. А дальше будем уже смотреть, как решить их проблемы. Напомним, что приемы граждан проходят каждую среду в приемной Дмитрия Медведева в КДЦ «Арктика». 17 апреля в России отметили День ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск. В Дворце культуры «Арктика» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30-летия общественной организации ветеранов органов внутренних дел России. Более 20 лет Валерий Александров отдал службу в органах внутренних дел. Начал карьеру участковым инспектором милиции, а впоследствии 3,5 года работал заместителем начальника отдела. Мне кажется, участковым инспекторам, участковым полномоченным, по-моему, ниги такой, скажем, поблажки нету. В любом случае, участковый на своем участке отвечает за все. Ну, сложнее всего было работать в Чеченской републике. Там тогда еще шла война, ну, все время при оружии ходили. Ну, здесь тоже, конечно, при оружии, но тогда опаска была. А так, скажем, я легко не почувствовал ни в Башкирии, ни в Ненецком округе легко не почувствовал. Валерий Александров не сразу приехал в Заполярье. Изначально мужчина служил 10 лет в Башкирии. Затем 10 месяцев охранял покой жителей Чеченской республики. И уже после приехал в Ненецкий округ. Несмотря на то, что регион относительно спокойный, здесь приходилось использовать оружие. Я больше года проработал в поселке Хривер, в участковом Уполномытином. Ну, чтобы предотвратить, скажем, хулиганские действия местной молодежи, пришлось использовать. Потому что на мои слова они не реагировали, начали себя вести агрессивно. Вот использовал оружие, выстрел вверх, они на какое-то время успокоились. История службы в органах Ольги Кузьминой началась 22 года назад. Тогда молодая девушка только приехала в Ненецкий округ вместе с супругом по совместительству с сотрудником полиции. Начальник УВД, зная, что у молодого сотрудника органов внутренних дел есть жена, которая имеет образование соответствующее. Тогда был набор. УВД как раз проходило свое становление, становилось самостоятельным территориальным органом. Был набор, и поэтому там были еще, как говорится, коллеги, которые в это время пришли на службу. Для меня само это было тоже неожиданностью. Я по первому образованию преподаватель французского и немецкого языков, поэтому думала, что пойду работать в школу. Ну, так получилось, что пригласили, и я сомневалась, но пошла работать и отслужила 22 года здесь. За время службы было немало курьезных случаев, признается Ольга Кузьмина. Были какие-то такие моменты, которые не все у нас вопросы прописаны в наших должностных инструкциях, в законах. Есть всегда какие-то отступления от правил, когда нужно применить человеческие нормы морали, где-то поискать между строчек, как можно помочь человеку, не нарушая закон, но при этом сделать все по-человечески, выдать все справки. То, что у нас в основном было связано, это с документированием, и поэтому много вопросов касалось таких биографических данных, которые бывают часто необходимы нашим жителям для получения тех или иных льгот, прежде всего, ну и для каких-то других целей. Совет ветеранов в Ненецком округе берет свое начало с 1993 года. И все это время проводят активную работу по патриотическому воспитанию молодых сотрудников и поддержке ветеранов органов внутренних дел. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, сердечно поздравляю с Днем ветеранов внутренних дел Российской Федерации и 30-летним юбилеем ветеранской организации МВД России. Служение Отечеству и народу, борьба с преступностью, укрепление законности и правопорядка стали для вас делом всей жизни. Богатый практический опыт ветеранов неизменно востребован в решении ответственных задач, возможностей на Министерство. Высокой оценке заслуживает вклад ветеранских объединений в воспитание молодого поколения, сотрудников полиции, сохранения и приумножения лучших профессиональных традиций. Благодарю за многолетний самоотверженный труд, преданность интересам службы и верность нравственным принципам. От всей души желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия. В декабре 2010 года ветеранская организация УВД Ненецкого округа регистрируется как региональная общественная организация пенсионеров и ветеранов, органов внутренних дел, подразделения МЧС, налоговой полиции, пельегерской и службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время объединяет более 500 ветеранов и пенсионеров МВД России. Я сердечно поздравляю вас с 30-летием общественной организации. Уже то, что мы празднуем и отмечаем это 30-летие в этом зале, подчеркивает и уважение к вам, и почет, и то отношение, которое есть у жителей нашего округа к вам. Многие из вас действительно после того, как отслужили и сейчас переносят пользу. Не просто пользу, работают, занимаются воспитанием молодежи, кто-то занимается самодеятельностью и не только самодеятельностью. И я вам хочу сказать, у вас самая сильная на сегодняшний момент организация. Дорогие друзья, благодарю всех, кто стоял у истока в создании общественной организации и всех, кто сегодня принимает самое непосредственное участие в ее деятельности. Спасибо вам за ваш труд и за все, что вы делаете на благо Нинистского автономного округа. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, бодрости, духа и хорошего настроения, дальнейшей благотворной работы и процветания. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают свой праздник с 2011 года. С тех пор, как был подписан соответствующий приказ на торжественной церемонии ветеранов внутренних дел наградили медалями и благодарственными письмами. На сегодня это все. Встретимся через неделю в эфире программы «Законодатели». Редактор субтитров А.Семкин